Всем привет, здравствуйте, с вами Лера, добро пожаловать на канал, и сегодня мы с вами будем проверять тренажер по русскому языку от Тихомировой, автора, да, который имеет отношение к Школе России, так как составлен по темам русского языка второго класса, авторами которых являются Канакина и Горецкий, но также этот тренажер может подойти для людей, учеников и педагогов, которые занимаются совсем по другим программам, да. Мы выбрали этот тренажер для репетиторства, да, один из которых я вам уже показывала, да, тетрадочку, вот сегодня покажу вам работу вторую, совсем-совсем в другой тетради. Кому нравится формат таких видео, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, а мы с вами начинаем, поехали. Это тренажер по русскому к учебнику Канакина и Горецкого, это как раз-таки Школа России к учебнику, да. Мы решили, что мы займемся самой первой темы, даже если за оставшееся время обучения мы что-то не пройдем, то это не страшно, можно перенести, да, можно дать на домашнее задание ребенку. То есть здесь достаточно много заданий по темам как раз-таки Школы России, но, думаю, мы успеем. А если не успеем, можно взять на лето, например, да, или на начало третьего класса как повторение. То есть это тренажер по русскому языку, это как пособие, да. То есть наша речь, первая тема, здесь у нас всего семь заданий, оценивать я это буду именно оценкой, если в прошлых, да, развивающих заданиях мы там раскрашивали и закрашивали квадратики, да, то здесь будет конкретная оценка, то есть на что ребенок сделал. Итак, первая тема, это наша речь. Вставь в высказывание пропущенные слова. Здесь идет упор на знание правила, да, все эти правила в учебнике тоже были в первой части. Соответственно, все, что мы пишем и читаем, это письменная речь. Видите, здесь я уже, да, Н добавила в процессе в самом, когда мы с ребенком это делали, то есть чтобы он знал, что слово письменное пишется с двумя Н. То есть, да, пишем, читаем, это письменная речь. Правильно. Речь, которую мы произносим и слышим, это устная речь. Совершенно верно. Рассказанная сказка, разговор с другом или пересказ статьи, это тоже устная речь. То есть, все, что мы говорим, рассказываем, пересказываем или же слышим, как нам кто-то рассказывает, поет или говорит что-то, да, это все устная речь. А вот все, что мы читаем и пишем сами, это все письменное. Здесь ребенок ответил верно, поэтому за это задание по классике, да, я поставлю плюс. Ну и чтобы, чтобы самой не запутаться и чтобы можно было нормально оценить, да, это плюс. Второе. Запиши ответы на вопросы. Первое. Тут два вопроса всего. Как в письменной речи одно предложение отделяется от другого? Тут мы с ним вместе формулировали, да, поэтому видно, что ответ получился довольно-таки емким. То есть, в письменной речи одно предложение отделяется от другого с помощью точки, вопросительного знака, ну, с помощью точки, вопросительный знак, пусть будет так, и восклицательный знак. Так, воскли, а что тут? Воскли, немножечко забыл, крючочек, восклицательный знак, правильно, совершенно верно. Не берем мы там, да, многоточие и так далее. Как в устной речи одно предложение отделяется от другого? То есть, когда мы говорим или что-то рассказываем, мы с вами делаем паузы, короткие. Для чего это нужно? Чтобы наш собеседник или наши слушатели понимали, да, нашу речь, отделяя одно от другого по смыслу, соответственно, с помощью паузы, правильно. Это задание тоже выполнено верно. Привыкла я ставить сначала, но это не очень удобно, руку так тянуть, поэтому плюс, тоже плюс, тоже плюс. Третье. Запиши вежливые слова, которые люди используют, общаясь друг с другом. Ребенок здесь писал самостоятельно, вижу, что их немного, но понимание того, что такое вежливые слова, они, конечно, имеются. Это здравствуйте, спасибо, ой, как намазали, спасибо, извините, доброе утро, пожалуйста, да, добрый вечер и так далее и тому подобное. За это тоже можно поставить плюс, то есть это тоже верно. Вот такая у нас получилась первая страничка, она меня, в принципе, радует, да. Задание четвертое. Обведи текст, который является диалогом. Это тоже абсолютно все проходили во втором классе, в первом полугодии. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя, медведь, уйду. Как тебя зовут? Малыш, хотя по-настоящему меня зовут Сванты Свантысон, а меня, как ни странно, зовут Карлсон. Пора нам подумать о зиме, я весь дрожу от холода, мы можем простудиться. Давайте построим дом и будем зимовать вместе. И последнее. По-моему, пчелы что-то подозревают. Что именно? Не знаю я, но только, по-моему, они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить их мед? Это из Винни-Пуха, известного мультика. То есть нам здесь нужно обвести текст, который является монологом. Монолог – это речь двух или более лиц. В монологе на письме разделяются предложения, в принципе, высказывания на реплике. Они на письме обозначаются вот таким вот тире. И здесь несложно догадаться, да, что диалогом будет являться диалог малыша и Карлсона при их знакомстве. И, соответственно, выяснение, почему же пчелы что-то подозревают. Да, здесь между Винни-Пухом и Пятачком. Здесь ребенок обвел правильно. Здесь все верно. То есть оставшийся – это монолог. Монолог – это обращение одного человека к себе, либо же к слушателям, к окружающим, да, которые не требуют, в принципе, ответа какого-то. По крайней мере, нам здесь так представлено. В монологах подчеркни слова, состоящие из двух слогов. Так, я вижу, что здесь подчеркнуто, да, то есть можно определить как, очень легко, сколько гласных в слове, столько и слогов. Смотрим. Ушел. Так, верно. Ушел. У-шел. Две гласные. Я от дедушки ушел еще раз. Правильно. От тебя. Те-бя. Две гласные тоже верно. Медведь. Две гласные тоже есть. Можно разделить как медведь, а можно как медведь. Тоже верно. И уйду. Уй-ду. Правильно. Здесь подчеркнуто правильно. Идем в следующее. Здесь уже побольше. Пора. Видим две гласных. Пора. Нам подумать о зиме. Да, зиме. Две гласные. Нам это одна гласная здесь. Подумать это три. Это нам не подходит. Я весь дрожу. Д-ро-жу. Опять две гласные. Два слога. От холода. В слове холода три гласные. Нам не подходит. Мы можем. Опять. М-о-жем. Две гласные. О-и-е. Простудиться. Это нам тоже не подходит. Давайте. Тоже не подходит. Построим дом и будем. Б-у-дем. Две гласные. Два слога. Зимовать вместе. Вместе. Здесь ребенок выполнил задание. Все абсолютно правильно. Здесь мы можем поставить ему плюс. Большое задание. Но справился он с ним. Пятое задание. Запиши в скобках, в каком виде речи, в каком виде речи говорится в предложении. Опять же, речь бывает двух видов. Ну, как-то, по крайней мере, мы здесь разбираем. Да, внутреннюю мы не берем. Устная и письменная. Устная – это когда мы говорим и слышим. А письменная – это когда читаем и пишем. Олег пересказал статью из энциклопедии. Это устная речь. Он пересказал. То есть мы ее слышим, а Олег говорил. Артист на сцене исполнил веселую песенку. Это тоже устная речь. Он ее исполнил вслух. Да, он ее говорил. Таня в школе писала диктант. Это письменная речь. Таня писала. На уроке Кирилл написал изложение. Кирилл писал. Это тоже письменная речь. Бабушка рассказала внучке сказку. Это устная речь. Она рассказала ее. Она ее говорила. А внучка, соответственно, слушала. Александр написал своему другу записку. Александр писал. То есть это письменная речь. Правильно. В этом задании ребенок тоже не совершил ошибок. Это тоже плюс. И шестое. Закончи предложение. Укажи вид речи. Написанный диктант, записка другу, объявление на двери подъезда – это письменная речь. Это вид письменной речи. Совершенно верно. Только речь у нас пишется с мягким знаком. Женский род. Это письменная речь. Запиши диалог. Короткий разговор двух одноклассников. Ну, здесь абсолютно фантазия ребенку. Да? Как бы фантазия ребенка играет большую роль. Что придумает? Привет, Леша. Привет, Дима. Очень радует, что здесь стоят запятые. Не поверите, сам написал. Ты выучил правила? Да. Можно считать это диалогом? Конечно, здесь есть реплики. Это речь двух людей между собой, которые общаются. Поэтому за это задание мы тоже поставим плюс. Вот такая вот работа у нас получилась. Что хочется сказать по данной работе? Здесь ребенок не совершил ни одной ошибки. Ну, кроме грамматических, да? Которые, в принципе, не повлияли на оценку, которую мы поставили за данную работу. Напомню, работа называлась «Наша речь». У ребенка было абсолютно все плюсы. Только в слове «речь». Он забыл мягкий знак и слово «письменное». Он написал с буквой «Н». С одной. Но это не имеет значения. Да? Здесь грамматические ошибки, они не учитываются. Меня это очень порадовало, как педагога. Да, знаете, как говорят, знания – это то, что остается у тебя в голове после выхода из школы. Вот эта тема была в первом полугодии, во втором классе. Да, подсмотреть некуда. То есть ребенок, он запомнил, выучил, знает. Меня это очень радует. И за эту работу я ставлю ему пятерку. На этой прекрасной позитивной ноте мы с вами заканчиваем. Кто еще не подписался, не теряйте момент. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, прожимайте лайки. Это очень важно. С вами была Лера. Увидимся совсем скоро. Всем до новых встреч. Пока-пока.